Дефолт, это не наше, да? Не касается дефолта, но это только изнутри, так сказать, видно. Когда ты приезжаешь на неделю, там, или на две недели, в Турции ты её не поймёшь, не узнаешь. Ты сидишь, ты искупаешься, ты увидишь какие-то красоты. Но чтобы понять вообще, ну, надо немножечко пожить. И чтобы понять Россию, надо из неё уехать ни на неделю, ни на две, ни на три. Поэтому, в принципе, вот мне это помогает. Конечно, я скучаю тут у нас особенных, никаких культурных событий не происходит. Ближайшее культурное место от меня в 60 километрах. Это такой прекрасный римский амфитеатр. Но зато летом сюда приезжают все мировые звёзды. И устраивают под открытым небом, под звёзды. Фантастический концерт, опера, балет, там, всё что угодно. Приезжал Григоровича балет, ещё кто-то, в общем, приезжал и приезжала о нём. Ну, кино сейчас я там могу смотреть по интернету, там, могу диски, там, тот, кто каким-то языками владеет. У нас на прокат взять DVD-диск стоит одна лира. Одна лира – это 20 рублей вообще на московские деньги. Но звуковая дорожка английская. Серость российских будней или всё-таки лучше круглогодичная зелень? И даже вот когда на улице… Нет, я не знаю, нет, я думаю, что говорить «серость российских будней» – это не патриотично. Смотря какой город. Потому что, да, ну… Вы там москвичи, а мы… В Москве, я просто как фотограф, я скажу, что всю зиму в Москве нет голубого неба. Зима в Москве и в Подмосковье вся снимается в марте. Февраль, январь, декабрь – ну, просто невыносимы. Может, это, опять-таки, не патриотично. Кто-то любит, там, снег, кто-то любит лёд, кто-то любит коньки и санки. Но это тоже надо дозировать. Здесь зимой вот сейчас 20 градусов. Я так несколько тепло одет, но я уже немножко перешёл на турецкий образ жизни. Поэтому здесь все тепло одеваются. Ну, и как-то меня так научили местные люди, чтобы не мёрзнуть, потому что всё-таки влажности немножечко, иногда ветерок бывает. Ну, вчера была чудесная погода. Это майский день такой не всегда бывает вообще летом в Москве. Майский, июньский не такой тёплый, как вчера. Сейчас у нас всё-таки январь на дворе. Но когда там ветерок или когда холодно, если вы оденете две рубашечки, не надо толстый свитер, а просто, допустим, две рубашечки, то вам тепло. Или какую-то такую ветровочку, выйдете на берег моря, там солнышко, там волны, там ветерок. Там, причём погода меняется, ну, фантастически меняется. Допустим, полчаса, потом набежала тучка, потом опять светло, вот можно посмотреть. И кажется, что всё, что дождь зарядил на неделю, что что-то происходит страшное. Час, и всё. И взошло солнышко, и запели птички, и расстрела радуга. Вот ведь как может измениться москвич. Человек более, чем мы, зачудоханный ценами, пробками и постоянным состоянием агрессии к гостям столицы. Как такое возможно? Да просто он перестал напрягаться, стал, и как мы, ходить по продуктовым базарам и покупать свежие фрукты и овощи в два раза, а иногда и на порядок дешевле, чем мы. Человек стал гулять и слышать жизнь, и видеть море, солнце и зелень. Да и мы, решив отказаться от привычного турецкого стиля all-inclusive, ничего об этом не пожалели. Теперь и в завершении, кому доверять? Ну, совершенно понятно, кому. Мне, естественно, я много чего могу рассказать про турецкую недвижимость. И, в принципе, при большом вашем желании я могу вас проводить прямо до офисов. А может быть, вы и пойдёте туда, кто продаёт. Да, вместе съездим в Челябинск, вместе слетаем в Москву, вместе доедем до Шерементьева 2 или другого аэропорта, вместе за два часа турецкими авиалиниями долетим до Стамбула, там перейдём границу, и уже местными авиалиниями долетим до Анталии. Там опять уже либо нас встретят, либо чартером, либо я на ренте карит. Съездим туда, кто продаёт вам дома. Причём постараемся сделать так, чтобы это не были эти дебильные риэл, замечательные, мудливые, турецкие риэлторы. Вместе с нами вы выберите квартиру, уже без нас оформите договоры, внесёте деньги. И обязательно с нами устроите банкет.